Я не буду считать. Вот так даю вам за 10 тысяч. Без проблем. Я 10 тысяч даю вам. Получайте. Спасибо. Накануне 8 марта цветы традиционно дорожают на фоне увеличения спроса. Если в этом году сохранится такая же динамика, то покупка букета обойдётся в среднем около 2950 рублей. То есть примерно на 10% больше, чем год назад. Мужчины рассказали, сколько готовы потратить на прекрасную половину человечества в Международный женский день. Женщины наши все. Для них ничего не жалко. Сколько бы ни было, всё бы отдал. Порядком 10 тысяч. Деньги мира точно не готов потратить? Тысяч пять максимум, наверное, смогу потратить. На букет, на подарок ещё отдельно тоже могу тысяч десять потратить. Я вот детям купил дайся. А цветы не знаю, сколько понадобится. Не обязательно лежали. Ей понравилось. Самые ходовые цветы на 8 марта – это тюльпаны. Согласно наиболее распространённой версии, впервые они были подарены на Международный женский день в 1973 году. В этот год была опубликована фотография мужчины, который держал в руках огромный букет этих цветов. Это был Талевалдис Чича. Он вырастил около 40 тысяч предвестников весны, которыми он поздравлял женщин. Большинство наших современниц к 8 марта ждут именно тюльпаны. Распространённые – это, наверное, тюльпаны. Естественно, тюльпаны. Самые шикарные, фионовидные тюльпаны сейчас. Самый оптимальный вариант. Конечно, только тюльпаны. Вот больше идёт 75% тюльпан продаётся. Сейчас в цветочных магазинах обычные тюльпаны стоят около 100 рублей. С ними соперничают и другие весенние цветы – нарциссы, которые уличные торговцы предлагают по 35 рублей за штуку. Что выбрать, решат мужчины. Впрочем, неважно, какой букет будет преподнесён даме к 8 марта. Главное, чтобы от чистого сердца. Аяна Гусейнова, Дмитрий Петрий. Время новостей.